В преддверии единого дня голосования все силы общественников и правозащитников направлены на то, чтобы обеспечить честные и доступные выборы. Комиссия, в которую входят члены Совета по правам человека и Организации по защите избирательных прав, будет работать в регионе вплоть до 18 сентября. Эксперты будут встречаться с кандидатами и работниками избиркома, выслушивать жалобы и предложения, касающиеся хода предвыборной кампании. Одна из главных задач, чтобы на участки смогли прийти все, включая маломобильных граждан. Я вчера встречался с киком одного небольшого города, и мне говорят, что на 16 участках, где, к сожалению, не получается и не успеваем, и нет средств для того, чтобы обеспечить пандусами, доступностью, но там будут работать волонтеры. То есть, да, опять же, их надо найти, неравнодушных людей привезти для того, чтобы маломобильным группам населения была оказана помощь. Поэтому я оцениваю, как и работу избирательной комиссии всех уровней в Самарской области, как достаточно положительную. В этом году следить за законностью выборов смогут все желающие, создадут так называемый общественный штаб. На участках установят видеокамеры, и теперь можно будет не просто наблюдать за тем, что происходит в пунктах голосования, но и сразу же докладывать о замеченных нарушениях. Будет организовано не просто видеонаблюдение, а видеонаблюдение с возможностью просмотра записанного сигнала, то есть в течение некоторого необходимого и достаточного времени можно будет вернуться к тому, что произошло на избирательном участке, отсмотреть, передать конфликтной комиссии, которая тоже будет работать в рамках этого проекта. Чтобы выборы были прозрачными, на участках будут дежурить наблюдатели от политических партий и кандидатов. На стражу порядка в пунктах голосования встанут сотрудники силовых структур. Мы работаем в режиме онлайн в период выборов, в период единого дня голосования. Создаются рабочие группы, дежурят прокуроры, работники прокуратур на местах. Если кто-то увидит нарушение закона, то, соответственно, в этот день любой работник прокуратуры в праве обязан принять, рассмотреть. Выборы в Самарской области пройдут в единый день голосования, 18 сентября. В регионе откроется более полутора тысяч избирательных участков. Чтобы сделать свой выбор, смогли как можно больше людей. Пункты для голосования оборудуют в больницах, СИЗО, аэропортах и на вокзалах. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.